Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Офинарс, добро пожаловать на канал, рад вас всех видеть. Сегодня мы с вами поиграем за Сайлоса на мидлейне, но это у нас будет не простой Сайлос, это у нас будет фан сборочка на Сайлоса. Интересный прикольный билдосик, это будет у нас атак спит Сайлос. Да, это будет именно атак спит сборочка. Такая ОП, вернее ОП она, конечно, да, но это ОП он хит эффекты, наверное, что-то такое с вами соберем. Но фишка этой сборочки проста, очень прекрасна и интересна. Фишка заключается в том, что у нас есть пассивка, которая дает дополнительный демош после применения способностей. И если мы с вами соберем атак спит Сайлоса, мало того, что мы будем хорошо наносить демош, много деможа наносить, так еще мы сможем еще и быстро эту пассивку прокать, если грантно будем использовать сочетание автоатак и способностей. То есть мы можем наносить очень много урона в короткий срок противнику. При этом как в бурст уроне, так еще и в затяжном бою в том числе. Вот такие вот дела. Вот такой вот у нас план, идея на эту игру. И она, естественно, реализуется, если Zed вернется на линию. Потому что я пока что Zed не вижу, уж не знаю, чем он там занимается. Возможно, Zed АФК ушел, возможно, сейчас вообще будет пересозданная игра, но все равно посмотрю, по крайней мере, на этот билд. Посмотрим, что из этого получится и, надеюсь, будет очень интересно. Такс. Хорошо, забираем Кребцов. О, вернулся. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогой мой друг. А мы вас все ждали. А я все ждал. Когда же ты появишься, да? Вот он, собственно, и появился. На топе уже ФБ успели отдать. Ну и второй левел у Zed. Ребята, второй левел он практически ничего не потерял. У него сейчас, ну, разве что по лосхиту все не очень. Два крипа всего лишь. Не знаю, что с ним происходит, но он как-то очень сейфово уж разыгрывает. Уж очень сейфово разыгрывает парень. Возможно, есть на это причина, да? Так. Не особо хочу прям в крипах в большом паке драться. Окей. Ну такое, типа, если бы попал контролем, можно было бы лучше потрейдить. У нас, кстати, очень интересные руны взяты. Я вам походу покажу. Возможно, кто-то уже догадается, что это за руны. Хорошо. Раздамаживаем Zed здесь по полной. Так. Подхиливаемся. Чуть-чуть. У него минус Vшка. Без Vшки Zed мало на что способен. Так. Харасим его. Максимально много, максимально жестко. Нам нужно его просадить. Чтобы он стоял. Боялся нас. Текс. Но пока, я так понимаю, руны у нас не удалось реализовать. Но ничего, мы их потом реализуем. Мы потом, ребятки, все реализуем. Ага. Только у нас с Vшки есть сустейн, если что. Не знаю, в курсе Zed или нет. Но мы можем выхилиться сейчас очень жестко. Так. Я просто рассчитываю ману. Мне нужно 110, чтобы еще успеть законтролить. Две автотачки дать. Так. Ну ладно. Я, наверное, сейчас больше к бэку пойду. Окей. Не получилось его забрать, да? Ну, от Vшки мана не хватило здесь, конечно. Печально. Он, наверное, хочет меня тенью просто забрать. Типа комбо своей. Идти через тень. Но я не буду отлетать. Флэш тратить тоже такое себе. Лучше сейчас просто пойти закупиться. Мы, в целом, очень сильно его перефармиваем. Мы сильно доминируем. Давайте всех по позициям поставим. Чтобы нам было комфортнее видеть, кто где находится. Такс. Так-так-так-так-так-так. Ну и первый предмет, который мы будем покупать. Это у нас будет атак спид. Вообще против Zed, конечно, с Жонью надо по-хорошему первую взять, да? Ну, посмотрим. Может, мы с Жонью тоже выйдем. Но вообще он хит-эффект и билд. Поэтому я хотел, конечно же, атак спид взять. Но здесь, понятное дело, что Жонь будет must have. Гнар клет. Гнар на боте. У нас саппорт здесь получается. Окей. Клет на топе. Гнар на боте. Два чемпиона. Интересных, да? Балансных. Ой, хорош, молодец. Есть шанса забрать. Но здесь, видишь, как. Так. Есть вот такие вот дела, да. Можно попробовать этого Zed наказать. В любом случае, даже если он сейчас выживает, он теряет очень много. Он теряет сразу крипов. Но он теряет экспу, если он ходит на бэк. Найс. Минус Zed. Отлично. С флеша сыграли. Минус аннули пацана. Сейчас, возможно, еще и в лес зайдем. Лесника можем попробовать минусануть. Так. Ну и сейчас появится такой более-менее спокойный момент. Я постараюсь показать рунки. Рассказать о них. Смотрю, есть ли здесь лесник, ребятки? Или нету лесника? Ну, не знаю. Вроде как нету. Но она может быть где-то рядом. Ладно, давайте попробуем взять Red. Так. Благо, так спит у нас работает. Мы сейчас довольно быстро должны его забрать. Ну, относительно быстро, да. Как чемпион на шестой минуте может быстро забрать не лесник? Баф. Ну, вот такой вот. Поэтому относительно быстрое забирание Red бафа. Взяли Red, лишили его противника. И чем будем брать? Ребят, я думаю, наверное, хоть мы будем с вами автоатакера Салласа собирать, я думаю, мы Жоню все-таки соберем. Потому что стоим против Zed. Это будет крайне печально, если мы сейчас без Жони будем против Zed стоять. Zed нас может задуелить. И это будет, ну, как бы обидно, что ли. Мы с вами стараемся, как бы потеем, да. И при этом Zed просто за счет своей ульты нас будет убивать. То есть любой чемпион, в принципе, АПшный, да, он обязан против Zed покупать Жоню. Это Масхев. Такие вот дела. Поэтому мы хотя бы Жоньку-то соберем, а дальше уже пойдем в онхиты. Итак, билд у нас получается Смертельный темп, Триумф, Атак Спид, Удар Милосердия, да, классическая тема. Но через Триумф играем, потому что мы будем именно онхит Салласа собирать. Хочу в максимум Атак Спида его вытащить сейчас, чтобы посмотреть, что из этого у нас с вами получится. Красиво! Убил просто шотнул, при этом даже не посмотрел на него. Ха! Крутые парни не смотрят на взрыв. Так. Окей. Еще и Фидят они тоже красиво. Я, кстати, мог здесь... Ну, такая некоторая ошибка получилась. Я мог здесь красиво сделать, очень красиво. Я бы ее шотнул под вышкой, выжил. Я мог даже здесь задоджить ласт-выстрел вышки через секундомер, но там уже Клет шел, поэтому я посчитал, что в этом нет смысла. Типа, тратить сейчас секундомер на что? На то, чтобы задоджить вышку просто и умереть потом от Клета. Причем нам, как бы, секундомер нужен против Зеда, да? Именно в матчапе, чтобы его душить, чтобы законтрить его ультимейт. Так что, мне кажется, оно того не стоило. И секундомер здесь не стоило отдавать. Сама по себе ошибка была, что я рискнул. Но риск был бы оправдан, если бы я попал контролем, если бы я попал второй Ешкой, а не просто улетел под вышку и сам себя, по сути, убил. Тогда, да, тогда было бы все окей. Ну да, Зед нормально, конечно, прохарасил. Так. Надо бы сейчас ульту тоже дождаться. Хотя у нас ульта, она особо ничего не даст. Так как мы, по сути, стоим против чемпиона, у которого у нас уже не получится ульту забрать. Есть только куда-то ромить. И там забирать эту ульту. СС. Да, Зед рядышком бегает. Ну, нужно быть поосторожнее здесь. Здесь еще Евелина может быть, ребята. Так. А вот и Зед идет. Я боюсь, он не один. Хорош! Раздамажил. Он, по-моему, вообще ничем не попал. Нормально. В принципе, атак спид Салас приятен. Скажу сразу. Пока что у нас не так много атак спид АТА, сложно сказать. Наверняка, что будет на максимальной прокачке. Что у нас будет с макс лотами. Но пока что он реально приятен. Комфортно себя на нем чувствую. За счет того, что легко упрокать пассивку. То есть, если обычный Салас, как бы, несколько способностей даешь. Сейчас попробую объяснить, в чем проблема. Смотрите, ребят. Дело в том, что пассивка, она, как бы, может накапливать два стака. То есть, если мы, допустим, нажали Q, следующая автоатака нанесет доп урона АУЕ, да, демош. Если мы нажали V, следующая автоатака, опять же, нанесет доп демош. Итого, допустим, мы прожали две способности, мы два стака можем накопить. Если мы, допустим, после этого сразу E нажмем, не используя в стаки, то стак с Ешки уйдет в никуда. Здесь же такого нету. Здесь такого не происходит. Здесь все стаки идут во благо. То есть, мы успеваем именно прокать стаки за счет большого количества автоатак. То есть, достаточно просто способность, сразу автоатака, способность автоатака. И у нас, тем самым, больше ДПС. Нам не нужно ждать, как бы, ждать применения способности для того, чтобы дать автоатаку, да. То есть, чередование вот это вот неприятное. Когда мы можем, допустим, сразу дать Q, V, E, но мы стоим, ждем. Вот мы дали Q, чтобы дать автоатачку, чтобы потом дать V, и так далее. То есть, это неприятно. В данном случае здесь, конечно, покомфортнее себя ощущаю. Это точно. Это уж точно, ребятки. Так, ну, походу, до Z я уже не дойду. Меня законтролили здесь немножко. Там скоро Red будет. Можно на Red сканять. Попробовать Велину тоже задушить. У нас, кстати, уже 76 скрипов. Комфортненько. И Жонни есть на базе. Так. Хорошо. Кстати, вторые руны. Это поток маны превосходства. КДР плюс мана сустейн. И здесь скорость атаки, сила умений. И получается броня у нас, ребят. Домой. Я так понимаю, Z сейчас сюда идет, да? Жонни? Рановато я Жоню нажал, конечно. Рановато будет. Окей. Ну, он, наверное, сейчас к Леду пойдет. Я туда не пойду. В этом смысла мало. Хотя, если он там один, возможно... Не-не-не-не-не. Ладно. Если все вместе, то давайте, ребят. Все вместе, я не против. Рожь. Как же он душит. Автоатакер. Автоатакер этот. Сайлос. Хотел сказать Кайн. Кайн, Клет, Сайлос. Такие похожие имена. Так, ну он здесь, шо? Хорошо, все. Здесь уже все, Габелла. Парниш уже ничего не может сделать. Ульта отличная. И нам надо бэкаться. Как раз мы Жоню успели, ребят, потратить. Мы сейчас возьмем себе сразу... Ну, секундомер потратили, да? Теперь возьмем себе сразу Жоню. Возьмем себе Жала. И хотя, я думаю, может быть, нам даже ботиночки сначала взять. Да, давайте так и сделаем. Вот ботинки будут гораздо более эффективны. Возьмем себе сразу Фолиант. Возьмем себе Пинкварт. У нас получается такая строта, что у нас есть КДР, у нас есть АП. И из этой штуки мы уже на Шортус будем собирать. Вот, кстати, на Шортус мастхэв. Потому что на Шортус дает нам сразу 20 КДР. А вкупе с Жоню у нас уже сейчас 30 КДР, что позволяет чаще использовать способности. А я напоминаю, что этот билд заточен не только по тому, что мы спамим автоатаками. Да, то, что фишка в том, чтобы нам за счет высокого атак-спида успевать очень быстро прокать пассивку. То есть мы комбинируем не только автоатаки используем, а еще и комбинируем их способностями. Вот как сейчас. То есть идет просто огромнейший бурст. Из-за этого ничего сделать не может. Вот из-за этого. Красиво! Так. То есть у нас именно очень много постоянного деможа. И как бы и бурстовы, и способностями, и автоатаками мы трейдимся, да? В этом вся фишка. То есть на Шортус здесь хороший, вообще идеальный предмет для Сайласа. Получается в данном билде, это как он дает и КД одновременно способностей, да? И автоатаки в том числе бафает. А что может быть лучше, ребятки? Что может быть лучше на таком чемпионе? Ничего. Так. Нам сейчас надо бы на бэк пойти. Хотя можно, в принципе, и пофармить, я думаю. Можно, наверное, и так пофармить. То есть я могу просто заспамливать автоатаками. Это еще, кстати, не максимальный атак-спид. Когда мы в тимфайте соберем дополнительный еще атак-спид золотые, то мы будем просто разорвать. Вообще фишка следующая по предметам. Это на Шортус. Это Жоня. Конечно, кор, да? То есть просто я не хотел Жоню первым собирать. Но Жоня это кор. Потому что Жоня дает нам в тимфайте возможность выживать. Это очень крутая штука. Так, стоп. Нас, кстати, сколько здесь? 800, да? Ну, мы, наверное... Не, ну можно, конечно, продать сустейн полностью. Да ладно, давайте продадим, посмотрим. На Шортус. Жоня. Ботинки на атак-спид. Причем ботинки можно, кстати, на пинетру потестировать, что будет лучше. Но мне кажется, атак-спид ботинки будут лучше. После этого мы с вами покупаем себе гинсу. Гинса даст нам и пинетру, и ап, да? И увеличение, собственно, атак-спида, проклоун хит эффектов. Я так понимаю, кстати, под гинсой надо потестить. Но, скорее всего, два раза можно пассивку прокнуть. То есть две пассивки за одну автоатаку, если все грамотно вот так вот настакано. Это будет очень жестко, если это реально так работает. Но, по идее, должно это так работать. Так, бежим сюда. Дальше мы с вами покупаем шапку. И пинетру, и все, уже разваливаем. То есть получается такая улучшенная версия классического билда. Но, опять же, для кого как, да? Кому-то улучшенная, кому-то ухудшенная. Уже надо тестить, надо смотреть. Но мне нравится. Он, по крайней мере, фановый. Этот билд реально фановый. Он активный. Ты быстро, жестко, все четко делаешь. Так. В этом билде именно нет вот этой вот задержки между автоатаками, способностями. Это просто бам-бам-бам-бам. Жестко, быстро, мощно раздаешь лещей противнику. И это, конечно, кайф. В этом весь прикол. То есть фан-сборочки, они должны доставлять удовольствие. Они должны быть интересными. Они должны быть крутыми. Так. На то они и фан-сборки, да? Как бы унылая, обычная, медленная сборка, медлительная. Это одно. Другое дело, вот такие фан-сборочки. Красиво, как мы задуели. Либо мощно. Нам сейчас нужно, по идее, кстати, на шорту взять. А на шорту с тысячу стоит. Тысячу, 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 тысячу стоит. Тысячу стоит на шортус, ребятки. Шортус, это тебе, как бы, не хухры-мухры. Третий ред баф, который мы уже забираем. Контр-джанглем лесника. Но здесь мы должны легко все это дело делать. Поворачивать. Это так, раз, 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 раз. Нормально. Плюс, кстати, генса чем хороша, она же дает не только magic penetro. Она дает и физ penetro, ребят. И физ penetro тоже хороша. Ведь мы часто используем автоатаки. Мы много трейдимся. Да, это маленькое увеличение. Не сказать, что это большой бонус для нас. Но это все равно приятно. Да. Поэтому берем себе нашортус. И берем себе лупу. Так сказать, бэкнулись за лупой. Потому что без лупы сложно. Пойдемте сразу на блубаф, наверное, сгоняем. Заберем. У нас уже есть нашортус. Следующим мы собираем себе генцу. Генса must have. И вот, кстати, после генса есть два варианта. Либо мы идем полностью в онхиты. И покупаем другие предметы на онхит. Либо, опять же говорю, идем в шапку. И покупаем уже такой полу онхит, полу аппобил. Тут уже кому что нравится. Но мне кажется, полу аппобил будет интереснее. Потому что здесь, опять же, у Сайласа большая синергия не просто на автоатаки идет. У него еще есть синергия со способностями. То есть мы спамим и способностями, и автоатаками. Фишка в том, что мы чередуем способности автоатаки. И вот за счет этого выигрываем. Поэтому чистая аппе даст больше профита. Нежели чем просто мы насобираем полностью онхит эффект билд. Чтобы онхит эффект билд работал, у нас должен быть какой-то либо бонус на онхиты. Конкретно, да? Какой-то онхит эффект бонусный. Либо модификатор. Позволяющий. Ну, допустим, там атак спид. Позволяющий эти онхиты реализовать. Но ни того, ни того, к сожалению, у Сайласа нет. Зато у него есть другая интересная механика. Своеобразная. Просто жесть. Как же он дамажит? Это шок. Хорош! Разрывает! Сколько автоатак делает Сайлас? Это просто жесть. Он просто ваншотает. Капец. Очень много автоатак. Очень быстро трейдит. Очень много урона со способностей. В принципе, есть все для того, чтобы керить. Даже Жоню я как бы не нажимал. Можно было спокойно еще одного чемпиона забрать. Так, забираем вышку сейчас. У них клет 8-4, ребят. Можете себе представить? Нормально, клет играй, да? Так, а у Зеда, я так понял, у него Геральт. Окей. Откуда у него только Геральт? Вот что непонятно. Жоня? Подожди, я же забирал ее ультимейт. Или мне показалось? И мне показалось, что Ювелина своровал ультимейт. И я сейчас типа с ультой Ювелина. Что я сейчас ультану и убегу. А у меня ульты не было. Я повторно, вместо того, чтобы ультануть, я УЗ ульту забрал. Но это, конечно, ошибка. Как-то я провтыкал этот момент. Не знаю, ребятки, как так получилось. Ну да ладно, ну что поделать, да? Зафейлили немножко. Сейчас попробуем на мид тогда выйти уже с ультой Зеда. Кстати, ульта Зеда тоже хорошо для нас работает, так как ульта Зеда увеличивает урон. Ну, по сути, от всего урона, который мы нанесем, да? За время действия этой ульты. Часть урона пойдет в противника повторно войдет. То есть сколько там? 40% получается, да? Плюс 40% от общего урона, который из-за этого его тени нанесли. Ну, то есть весь урон, который мы нанесем, 40% от него пойдет именно в демеш по противнику. Потому что как бы нормальная. Это нормальная цифра, ребят. Это очень нормальная цифра. Это много. Еще бы 40%. Это хороший показатель. Хорошая цифра. Вот так вот, красиво. В итоге он убежал. Эх. А я мог его просто запинать автоатаками на самом деле. Если бы все было хорошо, я мог его просто заавтотачить. То есть у меня же урон не только со способностей. Даже когда я фулкд отдал, я мог его просто автотачить. И разорвать. Так, хорошо. Минус рот баф. Сколько у нас гинца? Ну, гинца, конечно, очень дорогая. Гинца очень дорого стоит. Мы ее сейчас себе пока что позволить не можем. Но уже чувствуется, собственно, суть билда. Работает прикольно. Работает классно. Интересно играть. Так, ребят, сносят. Молодцы. Но, ребят, напомню то, что это фан-билд. Да, это фан-сборка. Вполне возможно, она у вас будет работать. Да, у большинства будет работать хуже, чем метовая сборка. Все-таки на то она и есть метовая сборка, да. Люди не просто так тренировались, там, придумывали, сравнивали сборки. Какая сильнее, какая слабее. Это вот именно сборка для получения удовольствия. Если она вам, конечно, понравится. Если у вас получится в ней тащить. Вы можете эту сборку уже использовать в ранке до хапа тела. Но, в первую очередь, ребят, это фан-сборка, которую вы не должны, напоминаю, не должны сразу брать в ранкет. Это не та сборка, которую я вам говорю, типа, ребята, вот возьмите эту сборку, вы сейчас апните, там, миллион себе ела. Это не так. Эта сборка... Ого! Вот это дэмэш. Эта сборка вообще заточена по другие задачи. Ее задача, чтобы вы немножко иначе взглянули на игру. Посмотрели на какие-то новые механики прикольные. Расслабились, да, пофанились, отдохнули. Она такая шустрая, прикольная, мобильная, классная сборочка. Если, опять же, говорю, вы первый раз будете играть за Сайласа, то обязательно, конечно, потренируйтесь. Ну, тем более, даже если вы играли за Сайласа, нету сборку, сначала в нормале поиграйте, не сливайте ела ни себе, ни другим людям. Потому что, вполне возможно, сборка вам не понравится, вам покажется она слабой, и вы тогда, получается, потратите кучу времени, сил, да, ела в никуда, по сути. Хотя могли, как бы, заранее посмотреть, попробовать, не зашла сборка, ну и все. Так что, не допускайте такой ошибки, чтобы все было хорошо. Такс. Ох, я бы его сейчас раздамажил, конечно. Ух, я бы его, конечно, раздамажил. Угу. Здесь нужно быть поосторожнее, здесь Зет. Вулкос. Хорош! Разорвал! Не, ну это было красиво. Там смог задоджить его. Контроль. Так. Нам нужно здесь быть поосторожнее, на самом деле. Потому что там клет очень много дамажит. Хорошо, можем сейчас клет доломать. Я думаю, это минус клет. Должен, по крайней мере, быть. Отлично, минус клет. Эх. Смогла она убежать. Отлично! Мощную ульту и забрал. Так. Если там противник, вот в чем вопрос. Может быть и был. Может быть и был здесь противник, но, похоже, уже убежал. Был бы неплохо, конечно, здесь потрейдиться. Что-то мы, по-моему, руиним немножко. Я в себя поверил. Слишком переоценил силу Сайлоса. Нет, Сайлос, конечно, крутой билд этот. Но он не настолько жесткий. В любом случае, вот реально играешь и получаешь удовольствие. Так. Следующий наш предмет, который я хочу собрать. Это у нас будет по-любому шапка. Шапка. Хотя, кстати, ребят, здесь можно... Какой вариант? Я вот хотел вам говорить, что пинетру можно брать, да? То есть, в теории, здесь, конечно, на Сайлосе можно взять пинетру в этот билд. Какую? Какую? Процентную. Если у противников много контроля, ой, много контроля, много резистов, много эмреза, сопротивления магии, то можно взять посох бездны. Но, если сопротивления магии мало, а здесь его мало, очень хорошим вариантом можно взять грозу лечей. Даже без шапки. Фишка в чем? То, что у нас будет 40% КДРа, 10, 20, еще 10, 40, и при этом у нас избыточный КДР пойдет в АП уже, да? То есть, если мы блубав забираем, у нас еще плюс 20 АП, и при этом Личбейн будет идеально синергировать в нашем билде. То есть, мы неспособности и автоатаки используем, плюс Личбейн, он будет дополнительно прокать. Ну, как дополнительно прокать? Не то, что дополнительно прокать. У нас КДРа много, да? За счет автоатак нам будет легче его прокать по КД, нон-стоп. И у нас больше бурста будет именно в мили-зоне. Это очень хороший вариант. Я думаю, мы сейчас Личбейн попробуем. Протестируем. Так. Шапка тоже офигенная, но Личбейн, мне кажется, будет хорош. Как же он дамаживает именно автоатаками. Смотрится очень прикольно. И прикольно, и странно одновременно. Так, ну здесь еще и Велина есть. Как бы с Велиной я не справлюсь четырьмя. Тем более, один со спины еще идет. Ульта у меня не настолько полезная. Была бы ульта Велкозы, я бы, наверное, что-то сейчас придумал. Ну, хотя ульта Зеда, она только одного позволит убить. Но зато позволит. Тоже неплохая. Так. Отлично. Если... Жоня. Окей. Так, ну вроде неплохо. Кледа мы забрали. То, что Кледа забрали, это хорошо вообще. Отлично. Так. Ева здесь, да? Ну, понятное дело, она со спины вылезет. Это ее стандартный плейстайл. Когда она из-за стены вылазит. Ох! Как же он дамажит! Окей. Даблкил. Не успел, конечно, выхилиться. Вэшка была на КД. Зед смог выжить. Но суммарно это просто жесть. То есть там Эвелина, она как бы 9-7-5. У нее 13-й левел, но я ее просто за одну секунду раздамажил. Разавтоатачил. Чисто палками, моталками, цепями. Развалил пацана, это жестко. Так. Дальше нам нужен Личбейн. До Личбейна остается совсем чуть-чуть. 250. Даже не 250. Мы сейчас арестимся. 200 где-то. Золото у нас остается. Потом мы собираем себе Личбейн и выходим в шапку. И шапка у нас дает мега-пауэр-спайк. Дело в том, что шапка, она увеличит урон и с Личбейна, и со способностей. И с нашортус увеличит урон. Да? И вкупе все это еще с Генцой. Это вообще офигенная тема. Пассивка тоже урон увеличит. То есть шапка здесь, конечно, очень крутая тема. Это вот именно корр-слот, корр-предмет. Но у нас, кстати, не получается пока что прямо уж особо выигрывать игру эту, да? То есть мы вроде стараемся, но у нас... Я бы не сказал, что все идет прям супер-гладко в этой катке. Все идет довольно-таки неплохо, но не супер-гладко. Жоня? Окей. Жоня не было. Нормально. Так. Ну хотя бы так. Хотя бы так, ребятки. Жоня, так ДД было одну секунду. Я хотел там выжить. Думаю, сейчас красиво сделаем. Нет, не получилось. Ну, зато 30 секунд КД ульты. Прошу заметить. Очень круто. Грозу Личей берем себе сразу. Так. Ну и вот у нас 20 АП. Бонусного, да? Как раз руна работает в плюс. Попробуем подраться. Возможно, там за Барончика у нас что-то получится реализовать. Вот так вот генца, на шорту все, что нужно. Что можно вот так вот сделать. Так красиво. Перфекционист. Жестко. Ну и что? Здесь где-то лесник должен быть. Я думаю, она сюда, в сторону птиц пойдет. Жоня. Ах, не успел я ничего сделать. Вот жалко я, конечно, ульту Кледа. Жаль, у меня не получилось ульту Ювелина взять. Если бы я взял ульту Ювелина, я бы ее здесь забрал, конечно. Здесь я, по сути, зафейлил. Плохую инициацию выдал. Но ульта Кледа, она для меня бесполезна. Она именно что мне ничего не дает полностью. Ну, как, она хороша для тимфайта, для инициации, когда мы именно файт инициируем, такой именно полноценный, да? Ну, а так, в целом, она, конечно, ничего не дает. Ульта Ювелина, Зеда, Велкоза, все ульты, они полезные, они дают демош. Тот же сам Игнар, они все хоть что-то дают. А ульта Кледа, она просто дает ускорение. Тем самым, лишает нас возможности как-то доп урон нанести. Нежелательно, конечно, брать ульту на демош. В идеале, наверное, ульту Ювелина, мне так кажется. Ну, на крайняк Зеда. У Зеда тоже неплохая ульта. Хорошо, минус один, отлично. Мы сейчас можем дальше идти. Так. Окей. Попробую сейчас доиграть по Гнару. Хотя, слушай, по Гнару, наверное, мы уже не доиграем, да? Да, по Гнару нам уже не доиграть. Здесь уже Клед. Надо убегать. У Кледа мобильность очень высокая. Ну и в соло я его не за дуэлю, конечно. В соло мне не получится. Крайне мере, на текущий момент нет ресурсов, чтобы его в соло дуэлить. И желательно, конечно же, 16 левел взять, чтобы у нас ульта еще меньше КД имело. Да будет вообще красиво. Так. Слушай, можем забрать, он же не убежит сейчас. Отлично. Ну и надо взять себе АП-шку. Нужно нам обязательно собирать АП. Я сейчас постараюсь взять... Взять-взять-взять-взять-взять в шапку, да? В шапку пойти. Взять себе АП под шапку. Ну и посмотрим, что здесь у нас на обороне, в принципе. Возможно, оборончика попробуем забрать. Да, игра, конечно, потная. Но здесь зато, как говорится, Сайлас во всей красе, ребята. Что-то... Керет, керет, жесткий. Именно что в такой игре можно проверить? Рабочий, нерабочий билд? Потому что если билд не рабочий, ну он будет нерабочий, да? Если билд не рабочий, он будет нерабочий. Не, просто в Йорли-гейме может зарешать то, что ты, скажем там, отстоял нормально, да? Окей, ну там команда, например, заточила. Или еще что-то, там противники ошиблись. А в лейте уже все, ты уже керешь, либо не керешь. У тебя вариантов особо нету. Так, желательно, конечно, что керешь. Ага, окей, я по ней выдал демош. Найс, минус. Минус Эвелина. Только в это время там трипл килл сделали, ребята. Это уже проблема. Окей, зафейлил. Очень жестко. Не смог перепрыгнуть через стену. В теории был шанс уйти, но здесь уже ничего не могу сделать. Очень плохо. Мы проигрываем файты. У нас именно ребята 4 на 4. Они полностью в ноль проигрывают. Уж не знаю почему. Мне, наверное, все-таки нужно быть рядом с ними. Постараться как-то клейдер сдамажить. Потому что здесь вроде я отвлекал на себя очень много внимания. Два чемпиона точно рядом стояли со мной. Это был Велкос. И это была Эвелина. Но все равно у нас ничего не получилось. Хотя странно. Я надеялся, что мы этот файт точно выиграем. Зест вроде там не особо силен. Ну хотя, конечно-то, так много деможей очень словилось здесь у нас с нами. Но ничего, сейчас постараемся закерить. Не хватает у нас 500 золота на шапку. Соберем 500 золота и будет все уже окей. Так. Так, 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 так. Что у нас по блубафу? А вот это, ребятки, я не знаю. Надо бы блубаф забрать. Блубаф это дополнительный урон. Я бы еще и Ред взял. Ред у нас даст бонус на автоатаке. Ну, кстати, сейчас мы соберем. Сколько у нас так? 48 кд на ульт. А так будет сколько? Так у нас становится 36. Не, ну 36 секунд на ульт кд. Это, конечно, жестко. Хорошо. Нормально. Нормалды. Жоня? Против Зеда? Потому что Зед мог проказ сразу кинуть и очень много дамжа нанести. Так, ну вроде здесь неплохо. Хорош. Он сейчас попытается через верх, скорее всего, убежать. Но я его здесь встречу. Хорош, нормас. Вот мы как бы и камбэкнули тимфайт, да? Сейчас попробуем тогда пропушить, наверное, базу им. Вот эта игра очень потная, ребятки. Чистый граналайкос, конечно. Так. Хорошо. У нас, кстати, посмотрите, какой атак спит. 2 и 2, да? Это у нас еще без прока вот этой руны. С ней вообще будет катастрофа. С ней просто взрыв. Ну все, я думаю, надо уходить на бэк. Нужно и меру знать, как говорится, да? Если мы сейчас слишком сильно будем давить их, то может плохо закончиться. Могут нас надавить и закончить. Это одна ошибка, по сути. Мы проиграли. Нам сейчас нужно закупиться обязательно. Так, возьму вот так вот, возьму вот так вот. Отлично. Вот гаран зря не бэкался, конечно. Это может сейчас вылиться в килл к команде противников, да? Итого у нас 640 получается. 640 АП. Порядка в тимфайте, ну, 2,5 автоатаки в секунду. Кстати, не смотрел, наверное, даже больше, да? И КДР от 40%. Я не знаю даже, что может быть лучше. У нас здесь огромный атак спид, огромное количество АП. КДР все, что нужно, имеется. Здесь даже сам Лич Бэй у нас 400 урона наносит. Здесь буквально там минимальная комбо, и мы шотаем противника. Без шансов. Может взять ульту Зеда? Окей. Давайте попробуем. Так. Мне хочу дождаться Гарана, конечно. Без Гарана плохо драться. Так. Жоня. Окей. Ну, Жоню-то я нажал, только вышить я не смог, ребятки. Вот в чем проблема. Ну, здесь, эх, ластфайт не очень хорошо разыграл. Мне кажется, можно было получше разыграть. Скорее всего, ГГ. Скорее всего, ребята выиграли. Сильнее были в тимфайтах. Смотрели жестче. Хоть я и старался затащить, но, к сожалению, ребятки, не получилось. Не получилось. Не получилось затащить. Но игра была в любом случае интересна. Надеюсь, вам понравилось. Если так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие видосики. Счастья, радости. Удачи вам. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока.